Всем добрый день! С вами я Александр Демидович. Сегодня у нас 2 августа 2018 года. Я уже первый свой репортаж вам показал то, что происходило в Управлении Внутренних Дел. Я все-таки настоял на вот таком формате встречи с Енадием Анатольевичем. Я хочу до конца понять, что же все-таки происходит. Енадий Анатольевич, пожалуйста. Что происходит? Здравствуйте. Добрый. Вот русский язык или украинский? Лучше украинский язык отлично получает. Я мне приятно слушать. Прошлого года, когда были застыкания на последний бассейн с боку главы Полтавского области Головка Валерия, который давал незаконные и злочинные наказы прокурору, колечному прокурору Полтавской области Кермазину, колечному начальнику ГНП Полтавской области Беху и другим неподвижным его. Когда на последний бассейн, в частности Головном редакторе, было сосредоточено силой 56 следователей Головного следового управления, 14 процессуальных прокуроров и все управление превентивной деятельности. Это еще близко 40-50 участковых, так называемых, так называемых. Уявить собі, у Бехова Каторженька Януковича два следователей и один процессуальный прокурор, колечного президента нашого. Чи не колечного, в зависимости от того, как мы принимаем закон. По закону он не колечный, а он президент. Так вот, того року, я повторюсь, 56 следователей, 14 прокуроров, и все превентивники были на меня. Зазвичай психично хворие, такие, как там есть Чередиченко психично хворие на другую группу, у них загострені, відбуваются весни и на весне. А тут, не зрозуміли, події відбуваются саме влитку, прошлого року и так же этого року. Мы на сегодняшний день бачим 60 отбройных бейцов, которые еще три дня тому называли себя ЗОО, два дни тому не называли себя взагалі. Вчора местные жители, которые ехали с Яцином из Лобидки, косили сыном, говорят, что они проездили в вечеринке, телефоновали мне. Кажут, что когда проездил по скарьер, спросили меня, что происходит. Потому что 6-7 человек вискочили с гореть и начали гавкать на машину, которая проезжала. Ну, это, слушайте, а вы говорите, что это происходит? Ну, я понимаю, что есть психические хворие, которые судом признаны, я вам заявляю, что это Чернеченко, психические хворие человека с другой группой шизофрении, у которого реактивный психоз, который был, благодаря начальнику ВОЗу на тот час, который был делегован под нас и получил у нас заработную плату, который работал там, работал тетушками и всеми другими, разом со своими столбиками. Геннадий Анатольевич, вы тоже подозреваете, что это все происходящее где-то с подачей Сергея Черезниченко? Слушайте, ну мы же с вами дорослые люди, мы же бачим, что это святомый провокат. Это, я же говорю, психически хворая людина, которая судом признана шизофренией. Он подавал позов против остального бассейна, который он програв. И судом суд подтвердил на явности доказов, доведок и всех других, которые он отдал в правоохранных органах. А я вам хочу напомнить, что самая эта людина убила шестеричную дитину под лубнами насилием ДТП и не понесла żadной ответственности до этого. Давайте о сегодняшнем дне все-таки, то, что вы уже неоднократно все это показывали. Сегодня, я правильно понимаю, заблокирована работа карьера. И не только, а и сельско-сподарского предприятия в полтавске, акционерами которого есть мои родители. То есть это не направленный рейдерский какого-то? Безумрудно. Тут даже нет. И мы видим, что полиция вместе с другими полициями, а АЗОВ – это полк специального предназначения милиции. Вы это знаете. Одна полиция с другой полицией за сопряжение головка совершает рейдерское захопление. Скажите, я вернусь немножко назад. В прошлом году вы говорите, что очень много было следователей, направленных против вас. Да, да. У меня вопрос. Вы налогоплательщик, вы платите налоги. Я правильно понимаю? Я правильно понимаю. Я цифр не спрашиваю, потому что это не корректно. Очень много. Но эти же люди, вот эти следователи, полиция, они живут за счет налогов. Я правильно понимаю? За счет ваших налогов. И вы получаете, что получают зарплату с вашей кишины, они пытаются остановить вашу деятельность и на сегодняшний момент тоже. Мы, я понимаю, иншу речь, что государство, так называемое, это утворение. Розумите, штучное утворение, виртуальное утворение. Воно самое виртуальное. Это одна банда, инша банда. Они воювали своего времени за территорию. Одна організована злочинная группа захопила одну территорию. Это феодально-рабовласницкий устрей. Это из часа, из-за средних плечей, и раньше до этого. Как племянами с собой воювали, потом пришли армии, потом утворены были республики и все иное. Вот есть территория, которую штучно обмежали какими-то заборами. Они называются кордони, но это забори. На этой территории были созданы какие-то виртуальные институты, называются они там Генеральная прокуратура, МВС и все иное. Они прописывают правила, как стрихать бараней, которые живут на этой территории. Они баранам объясняют правила, почему их стрихать, почему они должны эти бараны, как бжоли, носить мед оцем олігархам, которые их стрихать. Феодально. И сегодня люди, которые это понимают, их одници. Почему эти одници пытаются это уничтожить? Мы бачим, позавчора уничтожили бои из батальона Азов, полку, убив ветерана войны. Слушайте, мы бачили бабича, которого повесили. Доси эта справа не расследована. Мы бачим, что обоз ликвидованный министром Аваковым. Мы бачим, что на эту реформу, так называемую, в лапках, миллиарды гривен украинских платников податков вытрачены. Мы купим какие-то гелекоптеры, наживающие при этом 200 миллионов евро. Понимаете? На піврозібрані гелекоптери купляемо у Франции. Ну что, это дикунство, понимаете? Это дикунство. И когда мы говорим, что Азов захопил карьер, я считаю, что это Головко. Головко разом с Замахиним, разом с другими посадочками. Писоцкий, Белинький и все другие. За информационной поддержкой Диалисия Каплина, которая поддерживается с бюджета областного бюджета. И який разом с Головко разкрадает кошти. Мы диняя областного бюджета. Но и это давно. Мы неодноразово цю тематику поднимали. Сегодняшние публикации в засобах массовой информации, так как в лапках полтавских, которые не заслуговывают на назву даже ЗМИ. Потому что, на мой взгляд, это канализационные ямы. Сайт Полтавщины и все другие. Это чистая канализация, где любая психически хворая людина может за деньги разместить любую информацию, которая не потребует полюбирки. Любая психическая людина. Но я вообще не понимаю этих вещей. Люди называют себя журналистами, но они так не есть. Вот я сказал проявление в журналистике, потому что прошлый год, когда Ярослав Журавель не позоромился, он пришел на этот офис, самым за этим столом мы с ним сидели, и он задал вопросы, которые всех интересуют. Но, на жаль, вы остались, Ярослав Журавель, кто еще остался? В полтавской журналистике, кто может объективно, незагажированно высплати события? Ну, к сожалению, деньги решают очень много. А я вам дам ответственность на это вопрос. Что сейчас уже свитом, державы, которые считают себя государами, которые действительно думают о людях, которые думают о людях. Не только как стрельцы, как барань, но и которые думают о людях. Они уже выделяют сотни миллионов долларов на борьбу с фейковыми новинами. Вот мы на сегодняшний день имеем на территории Украины 80% фейковых новин. 80%! Инколи, знаете, я понимаю, цель и завдание остального бессионного. Нести правду. Нести так, как оно есть. Людям сейчас нужна правда и справедливость. Правда и справедливость. Две вещи нужны. И нет ни правды, ни справедливости. Я сегодня говорил с журналистами, я говорю, что мы просто не можем, не можем собі дозволить пить из поля правды и справедливости. Мы будем бороться, несмотря на психично хворих одного и другого психично хворого, на эти проявы, те тушек, которые набегают, знаете, банди какие-то озброенные, прибегли, мануло-татарские игры, слушайте, с Харькова прибегли. Так это гастремиоры по всей Украине. Подивите, Киев, Полтава. Это люди с Харькова приезжают? Кто им оплачет 100 долларов на добу? 60 этих тушек живут на карьере, 100 долларов на добу. Ну да, им на добу. Уже три доби, три доби, 18 тысяч долларов. Кто такие деньги витрачает? Я дам вам ответ. Почему проблема такая большая? Потому что единственным лицензийным правильным карьером есть ТОМНВП, АЦИНОСЛОБІСКИЙ КРИЯТ ПИСКУ, у которого есть специальный дозор, который я хочу вам просто показать. Який выдан 30 серпня. Можно 100 долларов? Безумовно, да. Но я не буду показывать, почему. Но я могу сказать, что с другой стороны, вы знаете, что фирма ОНУР началась выполнять работу по дорогам около Полтавы, по дорогам и все другие. И дорогу по городу, насколько я понимаю, они будут ремонтировать. Потребуется большая количество сипучек материалов. А эти сипучие материалы в другом карьере есть у сына Головка. И как прошлый год Головко давал команды прокурору и Беху в телефонном режиме, без телефонного режима, так и сейчас. Я считаю, что эти тетушки, они прибегли за покликом своего лисого губернатора. Они прибегли, да, они блокируют предпринимательство. Я это понимаю. Вчера, они и позавчера блокировали работу одного предпринимателя. Сегодня они не дают даже выехать, врань не давали выехать, на заготовленную сина, на пациентами сельско-осподарского предпринимателя. Что милиция каже, мы же почули разом с вами, что руководить обовязки начальника ГОНП Полтавской области, который сообщил нас, что громадское формирование АЗОП наделено повноважением здействовать весь спектр заходов, контролю за будь-якими проявами, ну, за... спостерегать, чи контролировать законность процесса Украины. Это взагалец. Я правильно понимаю, губернатор живущий, опять я вернусь за наши податки, на сегодняшний момент, вместо того, чтобы заниматься державными вопросами, решением областных проблем, он занимается решением своих бизнес-интересов. Безумовно. Безумовно. И еще хочу сказать, что вот эта нервность незрозумелых тетушек, чи там АЗОП, чи кто-то еще, там, с этими, знаете, размальованными руками, ногами там, там, какие-то шось понамальовывали собі. Я хочу... Я не понимаю. Невже... Может, я, идиотики, слушайте. Невже линия фронту у нас проходить через села, якие в центральной части Украины. Чи Луганск, Донецк, там, Крим уже войовы? То есть, я правильно вас понимаю, вы видите в происходящем оттягивание линии фронта ближе к Полтаве... Нет, я говорю про то, что АЗОП, АЗОП оголосил войну на воду, мені, зокрема, як украинцю. И родичам моим, працівникам предприятия, что АЗОП, лінію фронту, протяг, что загарбник, не Российская Федерація, а загарбник, выявляется, не только я. Киевміст будет... Тут... Подивите слотку милицейскую. Кожного дня, куда-то они залазят. Кожного дня, они что-то вымагают. Мы бачим, я добре розумію, когда психичная хворая, людина, вот эта... Ну, борода так... Ну, я хотів би сказать, королева оцих маршруток, яка не сплачує податки, яка на евроблякерах езде. У нас, завчула бюджет України, я... Іншу тему просто. Більше мільйона автомобилей ввезено без плати необхідних... 20 миллионов за последнюю 3 года. Бюджет України не отримав понад 3 миллиарди доларів. Зараз людям пенсию нельзя, чтобы платить, а они пикетуют, они разъезжают. Вот, подивите, оця петушки, они приехали, они все на оцих евроблях. Все на евроблях, да? Розумієте? У меня машина идентификована, я за нее сплатив все необходимые, митные и все другие збои. Это очень важно для государства. Ця машина, номер, вона зафиксована за кинуть. А тетушки ездят, и те, которые игноруют действие законодательства Украины, они ездят на евроблях. И я говорю, вот здесь злочинцы. Почему государство безучасно до них? Почему они выполняют злочинные действия прямо? Три недели они побили диспетчера на карьере. Вчера они кидали каменцами диспетчера жинку. Вчера они хотели згалтувати эту женщину погроженную и втопить в озеро. Летню женщину. Слушайте, вчера они гавкали на машину. якийсь колишний директор карьеру, я вам перед историей просто трошки, 2006-2003 року моя рівня купила сельско-оскодорське предприятие. ВАК Полтавский был. Зараз вонопад Полтавский Чепрак наследок зміни законодавчих актов, за которые каждому нужно заплатить деньги. Мы понимаем, что это легально. Легально стрижка бараней. Его купили. Верещака, который очаровывал колишнее предприятие, это Новословедский карьер вписку, вкрав 14 гектар земли предприятие. 14 гектар на глубину 6 метра. Уявите, на той час, на карьере, крім Верещаки, працювала богателем Яричтата, мати колишнего СБУшника, которого садили в тюрьму, за то, что он даховал и отримал с конвертами разные вещи. С 2006 Верещака был засуден кратежком решением Полтавского районного суда и полиционного суда. С 2006 тривала процедура судового тяганина между ВАД-Полтавским и ВАД-Яцино-Слубицьким карьер Писку. И только в 2011 году мы подошли к вопросу и порушена процедура банкротства, потом распоряжение майном и сейчас процедура ликвидации. Если вам будет интересно, Харьковский суд вернул до Полтавы, потом Киев вернул в процедуру ликвидации, где он чётко указал, что это предприятие уже в ликвидации процедуры, оно перебывает в стане ликвидации взагалі. Незважаючи на это, Верещах 20 годов он обещает карьер. 20 годов обещает одному, обещает другому. Но он обещает не свое, потому что у ВАД-Яцино-Слубицький карьер Писку есть 25 процедур участие. У него 40 процедур он не собственник его. Властниками есть колечные работники и другие люди. И мы есть властниками на 25 процедур. Поэтому он не собственник. Существует информацию. Сегодня что разместили на сайтах канализационная мережа Полтавщина и другие которые мы уже видим, что они прямо афилированы с Билинки, с Голубком и Денисием Каплиным. Это чётко афилированы я не знаю как их назвать это не ЗМИ. Они чётко размещают на правах рекламы написано замовленные материалы. Так это за деньги оплачено. Безумовно вкрадено нас с вами. За эти деньги размещают замовленные материалы которые дискредитуют не только нас как Сикавова и дискредитуют а саним Бастюном. Сегодня нам подготовлена заявка будет подана про Верещака как депутат. Он расписался паперку за ответственность. И он будет нести ответственность согласно закону как подание неправдивой информации по Криминальному кодексу. Хочу заметить, что там написано это полная архинія. Ну психично хори они же не умеют читать паперы. Это только мы там и люди освещеные могут прочитать паперы. Они понимают смысл написаного в папере, потому что они ходили в детсадок, в школе они изучали буквы. Не только их можно разглядеться, а и понимать смысл написаного цими литерами. Я повторю, что шизофренники не умеют этого читать. Так у предприятия на сегодняшний день договор о ренте земельной дилемки, есть специальный дозвіл, есть необходимые документы, там рассказывают про зимсорядки, кто-то типа властник, договор купилю продажу объект рухомого майна 18 червня 2014 я все буду фотографировать и будет видеть. Продавец обязан передать властность, а покупец принять и оплатить менеджерить продавцелю на праве приватной властности земельной установки. 3 РСГ, инвентарный номер в комплект и все остальное. Кошти за что были сплачены. Но продавец властник, в отношении которого была порушена справа по шахрайству не выкинули свои умовы, потому что у него податковое пороги еще много миллиардов. Понимаете? Також, предприятие неодноразово три раза или сколько раз подавало до Полтавской областной ради документы про надание герничного воду. Хочу зазначити, что герничный відвит не едино за ним документы. Взагалі и относно нафти, газу и других корисных капалин он в Верховной Раде скасованный герничий відвит как рудимент радянской эпохи. Так депутат областной ради, который знает, который сейчас сказал, что давай деньги и все вопросы будут решены. А когда денег нет, то вопросы не решаются. Я вижу, что в этой государстве коррупции на 100% перемогали. На 100%. Потому что таки как Головко, как Писовский, как Замахин, как Кармазин, они покрывают любые злочины. НАБУ. Мы видим ухвалу Соловьинского районного суду, относно Головкам по ухвале порушено по 4 статтям Криминального кодекса. Судья обязал НАБУ порушить криминальные справы. НАБУ сведомо игноруючи ухвалу суду, которая проголошена именем Украины именем оцею виртуальною державу, про яку я говорю. Чому поясню виртуально? Потому что если бы она была не виртуальна, то те, кто должен выполнить именем Украины указки суду, они бегали как конь, понимаете, и соби еще копыта сбивали. А детектив НАБУ сведомо игноруючи именем Украины, сведомо игноруючи державу Украины, он против главы рушают справу за частью 2 статт. 191 розкрадание бюджетных коштей незначных розмірах. В тот час, когда это касается комитетов фабрики вкратив и легализована через цифровых бюджетных 60 млн грн. Мы говорим что пенсионерам на 3 недели не выдавали пенсию, потому что казначейский рахунок пустий. А тут 60 млн. из одного объекта. Плод саду пром Бережна снова выставил на продаж. Оцинь тот же самый, который оценивал комитетов фабрика. Эти помещения в центре города оценили в мизерную цифру, которая в 10 раз меньше даже не рынковая цена. Понимаете? Мы говорим почему-то. Вот почему все эти вещи. Понимаете? И я сегодня сказал, еще раз скажу, если разумные люди не вертуются, если разумные люди не понимают, что государство, если мы не сформировали не виртуальную, а праведливую государство, где не барана стригут каждый день. понимаете, не в махновцы бежать, там один из этих хворих снимался в шапке махна, фильмы про махна снимался. Они все махновцами уявили, что можно набегать, и все иначе. Но на сегодняшний день я просто скажу працівникам полиции, друзья, я сплачу податки, я и моя родина, и все предприятия, которые у нас есть, мы сплачем податки, пожалуйста, выполните свои службы об обязательства. Понимаете? Я не махновец, я законно слухняный гражданин. Мы сплачем все, и мы працем не только в рамках податкового, мы достатно я коли это не буду, но мы достатньо делаем для того, чтобы свет вокруг нас стал лучше. Достатньо, понимаете? Включаясь и спорт, и все иначе. Зрозуміло, что ни психично хоро-один, ни махновцы, ни монголо-татарские иглы, ни яздов, ни все иначе. Знаете, это тетушня, которая сегодня приехала, а завтра поедет. Мы видели, как они ишли подпаливать админицею суды, как они приездили за указом Головка, громить голову апелляційного суду или его заместников. Мы это помним три или четыре или их встречали. Автобус тот самый, что стоит у меня на карьере. Потом они приезжали на кинодатку коктливерского заработать деньги. Так что это зарубличане, я все очень хорошо понимаю. Но един навязанным нам правом монопольным на насилие имеет правоохранную систему. И, на жаль, она этим правом в прошлом году используется только для политических репрессий. Она бездействительна для этих махновцев. Мы это видим. Мы имеем то, не имеем. Нет, мы имеем то, что мы заслуговываем своей бездействием. Это наша бездействие. Понимаете? Нельзя молчать. Мы же платим налоги. Почему мы должны молчать? Мы не должны молчать, мы должны выходить всеми возможными способами, пускай даже на соцсети, но не молчать и говорить об этом. Заставлять полицию, заставлять чиновников работать. Вы сами видите, я не первый раз с этим сталкиваюсь. И когда я вижу, я, честно говоря, в шоке, когда чиновники за наши деньги просто не работают. Кого не призывайте зараз? Кого? Люди. Те, которые ходят по вуху в деревне, извините, на меня. Те, которые выкидывают с бекон смятя. Пускай я буду наивный, Геннадь, я буду наивным. я буду наивным. открою очи, слушайте. Открою очи. В 32-33-м он зараз Миросоцкого, где он сказал очень хорошие вещи, что уничтожили всех. Я перефразирую. Он сказал сначала одни, потом других, потом тим мовчали, тим мовчали, тим мовчали. А я вам скажу, интелігенцию вывели в 32-33-м раках. На жаль, у меня было сподівание, что она не отновится, что молодцы, элиты новые, они, научившись в закордонных школах, в закордонных вузах, они повернутся до Украины и створят новое общество. На жаль, этого не произошло. Мы видим шаленый оттек, шаленый просто, дешевые рабочие силы рабин из Украины до Польши, до Португалии, до страны Европы. Шаленый оттек. Мы видим, что в прошлом году в Польше украинцы купили 17% нерухомости этой страны. 17% думайте в это. Мы не понимали, люди не понимают, почему пенсионный фонд пустой. А я скажу, чему? Потому что из этой страны выехали люди, которые умеют работать не только руками, а головой, которые строят ВВП, которые платят податки, в том числе пенсионные. В соответствии, когда люди выехали работать никому, наполнявать пенсионный фонд никому. Кто остался, пенсионеры так же текают в Польшу. Вот мы сегодня пустые казачевские рахунки, мы бачим тотальную разрушу в этой стране, мы бачим инфраструктуру, которая избудована с радянских временем, тогда была разумная страна и разумные люди в этой стране очевидны ее. Так вот, инфраструктура, которая избудована из радянских временем, она также имеет свой строк. И уже вона руйнуется, уже мережи, там, мы бачим коллектора в Полтаве, уже подземлею. Сплошь. Мы все бачим, что за часы Радянского Союза что-то было сбудовано, уже або зруйновано, або ему залишилось трошки, трошки. И разразливается, кстати, свежее известное коммунальное предприятие по ремонту лихтов, исчезло. Мы бачим, что місто, я керую бидломер. Розумієте? Бидломерський голова. Я не могу это слово використовувати вот так, но по-другому это не скажешь. Мы бачим то же Галуко и все другие. Когда мы говорим про что-то, нужно смотреть на себя в зеркало и смотреть про прямое сходство с ними, что они это мы, это наше отображение, наше бездействие, наше тотальное невигластво, то, что неосвеченные люди не понимают, когда приходят, что они даже документы не могут читать. Мы бачим, что сегодня алла, вот эти махновцы прийшли с губными гармошками и с какой-то чепухой они их боятся, потому что суддя также залежат. Мы бачим, что фейки, которые створены, горники и все иначе, открывачки суддя, они керуют мазарное суспільство. Мы бачим, «Свободи» в себе називаются, что это коррупционеры еще того уровня, что заступник главы областной ради разкрадает офисы в Мариуполе, мародер чистый. Где это таки бачено? Словите. И поэтому я очень спокойно для этого кричать. Я знаю входы, я знаю выход из этой ситуации. Если кто не знает, то я знаю как выйти из этой ситуации. Воно очень просто. Даже простее. Эти петушки пытаются домовлятись, встречи призначать, море, еще давайте встретимся по спокойности. Как можно с безродными спілкуватись, когда человек без рода, без племени? У вас я знаю, что вы Александр Демидович, что вы известная человеком в месте, что вы держите свое слово, что у вас есть имя и у вас есть рука. А когда человек запитывает, кто, он говорит, я Азов Харьковский. Я говорю, имя побачив у тебя есть, он говорит, я не знал, когда Узбек запитывал из Виткин, он говорит, что 9-й год. Понимаете? Как люди без рода, без племени? Как психично хворо, вкотре сгадает шизофреника, борода королевого маршрута? Как можно вообще про что разговаривать? Я правильно прочитал в коментаре, правильно про него пишут. Содержанка, натуральная содержанка и все и они ездят по всей области, то там перекрывает, то там перекрывает, то там перекрывает. Но я чувствовал, что у нас англокши сняли, им дали троги ляпаси по голым седницям. Гарно. У нас долгая rozmowa вышла, прошлый раз была трошки коротше. просто действительно как накипело и неприятно это все. Что вы вообще как вы хотите запытать? Меня одно интересует иметь возможность фотографировать документы. Я хотел бы показать, потому что люди должны понимать, что вы говорите правду. Есть люди, которые верят на слово, но есть люди, которые верят документам. Поэтому будем фотографировать документы и будете все это видеть, чтобы не было лишних разговоров. Вы сегодня были свидетельством того, что я этому выполнению начальника ГОНПО сказал, прийду в офис, почитаю документы, сколько мы сплачиваем подарки, сколько мы всего работаем, куда, какие деньги идут. Подивись видеокамеры, которые четко показывают, что происходит, которые четко фиксируют все процессы. Это не слова, а это документы, которые нужно умеет читать. И если какие-то хворые не могут читать документы, то если вернутся к здоровью. Может, в психиатрию поможет. Это правда. Когда я не понимаю какой-то документ, я иду к юристам, к специалистам, к бухгалтерам, они мне объясняют, что происходит. Будем заканчивать, потому что время уже и так растянуто. Спасибо, Енадий Анатольевич, за то, что встретились со мной. Я не мог нас встретить с вами. Я вас знаю. Это правда. Я только звоню Енадьеву Анатольевичу. Хочу встретиться всегда и на встрече получаю да. Всем хорошего настроения. Думаем, что происходит. До побачки.